Так, следующий заголовочек. Системы множеств. Системы множеств. Речь идет о том, что существует множество, элементами которых являются другие множества. В этом случае мы говорим о системах множеств. Систему множеств мы получаем в том случае, если рассматриваем множество, элементами которого являются другие множества. Ну, имеем право, никто нам такого запретить не может. Традиционно, если мы сами множество называем заглавными латинскими буковками, то систему множеств называют заглавными греческими буквами. Пусть рассматриваем систему множеств и обозначаем ее заглавной греческой буковкой сигма. Непустая система множеств называется кольцом. Если из того, что некоторые два множества принадлежат этой системе множеств, следует, что и пересечение этих множеств будет принадлежать нашей системе множеств, и симметрическая разность этих множеств тоже будет принадлежать нашей системе множеств. Не пустая система множеств называется кольцо, если для любых двух множеств, принадлежащих данной системе, и пересечение будет принадлежать этой системе множеств, и симметрическая разность будет принадлежать этой системе множеств. Ну, вспомним, что такое пересечение, все помнят, что такое симметрическая разность. Пересечение вот. Это то общее, что относится и к одному множеству, и к другому. Симметрическая разность – это результат объединения двух разностей. Множество А за вычетом того, что принадлежит множеству В, и множество В за вычетом того, что принадлежит множеству А. Симметрическую разность показываю горизонтальными линиями. Вот это А без того, что относится к множеству В, и к этому еще надо прибавить В без того, что относится к множеству А. Значит, если для любой пары множества А и В, входящих в систему, и пересечение принадлежит этой же системе множеств, и симметрическая разность принадлежит этой же системе множеств, то тогда наша система множеств называется кольцом. При этом видно, невооруженным глазом сейчас каждый это не будет, что если вот это выполнено, то сама наша система множеств является замкнутой относительно всех операций, которые мы с вами рассматривали. Относительно операции пересечения, объединения, разности и симметрической разности. Хотя здесь мы только две из них указали, потому что видно, если пересечение попадает в эту систему множеств, и симметрическая разность попадает, значит попадают отдельные разности, вот они показаны, и попадает объединение, потому что объединение как раз совмещает в себе и пересечение, и симметрическую разность. Если мы сложим результат вот этой операции и вот этой операции, то вот у нас получится объединение. То есть результат любой из перечисленных здесь операций над множествами тоже попадает в нашу систему множеств. Следующее понятие. Некоторое множество называется единицей кольца множеств или единичным множеством. Если выполняется следующее свойство. Для всякого множества А, принадлежащего нашей системе множеств, результат пересечения множества А вот с этим единичным множеством даст само множество А. Некоторое множество называется единицей системы множеств. Некоторое множество называется единицей системы множеств. Если для любого множества, входящего в нашу систему, результат пересечения нашего множества с этим единичным множеством дает само множество а. Когда вот такое может быть? Когда на бытовом уровне мы бы сказали, что множество е больше. Вот если вот это единичное множество, а вот это множество а, то только в таком случае, если а целиком поместилось внутри, в результате пересечения вот этого пересечения мы получим само множество а. потому что пересечение это то общее что есть у двух множеств и только в таком случае вот это общее это как раз само множество и свойства замкнутости относительно операции пересечения объединений и так далее и факт наличия единичного множества позволяют нам ввести еще некоторую классификацию ну во первых надо упомянуть что система множеств будет замкнутой и по отношению не только к рассмотрению одного-двух множеств но и просмотр по отношению к рассмотрению любой конечной совокупности множеств то есть все сказанное относится к любой конечной совокупности множеств если же можно распространить вот эту идею замкнутости на и идею существования единичного множества на любую несчетную совокупность на несчетное множество и извините пожалуйста перепутала на не на конечную она счетную совокупность множество такую структуру мы будем называть алгебры система множеств значит ну сформулируем это еще раз чтобы более четко звучал значит если у нас замкнутая система относительно операции объединения пересечения разности симметрической разницы для любой конечной совокупности множеств это кольцо если для счетной совокупности то такая система называется алгебра множеств если у нас в этом кольце существует единичное множество такое для которого вот это выполняется то мы говорим что у нас сигма кольцо если у нас была алгебра множеств и при этом там еще есть единичное множество то мы говорим что наша структура называется сигма он то есть вот еще всякие новые слова появились которые позволяют классифицировать система множеств в зависимости от того что в них там еще выполняется последнее что хотелось бы сказать из теории множеств это упомянуть что существует еще так называемые нечеткие множества подробно мы про них говорить не будем но упомянем что такие существуют если по отношению к множеству примеры которых мы приводили функция принадлежности некоторого элемента данному множеству могла принимать всего два значения если элемент принадлежит множеству то функция принадлежности равна единице если элемент не принадлежит множеству то функция принадлежности равна ну и вопрос решался совершенно однозначно либо этот элемент входит в рассматриваемое множество либо он туда не входит единица входит в множество натуральных чисел ноль не входит в множество натуральных чисел все совершенно четко и понятно. Существуют, тем не менее, примеры множеств, когда мы не можем настолько однозначно классифицировать все элементы по принадлежности. Про какой-то из них мы можем сказать, что да, он принадлежит полностью данному множеству, и его функция принадлежности равна единице. А про какой-то мы можем сказать, что он принадлежит множеству лишь частично, и тогда его значение функции принадлежности лежит где-то в интервале от 0 до 1. В качестве примера представим себе группу приборов, разработанных разными поставщиками, и в качестве критерия отбора вот этих устройств в наше множество будем рассматривать надежность. Значит, пусть мы создаем множество надежных приборов от разных изготовителей, при этом считаем надежными те, которые проработали два года без отказов. Допустим, от предприятия номер один все приборы, которые мы закупили, проработали два года без единого отказа. Значит, соответственно, для подобных устройств функция принадлежности к нашему множеству будет равна единице. 100% приборов, которые мы закупили, два года работали без отказов, и мы их в наше множество можем включать вот стопроцентно. То есть, функция принадлежности равна единице. От поставщика номер два ни один прибор столько не проработал. Соответственно, функция принадлежности равно нулю, мы не берем их в наше множество надежных приборов. А вот от поставщика номер три 50% приборов проработало два года без отказов, а 50% сломалось. Вот нам их как считать? В общем-то, они, конечно, ничего, потому что 50% проработало. Но 50% нет, и значение функции принадлежности мы в данном случае определим как 0,5. Считая, что на 50% мы можем включить эти элементы в наше множество. Ну, соответственно, точно так же можно и на 30% включить, или на 90% включить. Но обычно подобные нечеткие множества возникают, если речь идет о социологических исследованиях, допустим. Потому что именно там обычно нечеткие такие категории возникают. Желающие могут почитать, поискать у нас в учебном пособии. И как я заметила, кое-кто взял их в библиотеке, и те товарищи молодцы. Я в почтовый ящичек все равно положу. Но библиотеки надо брать. Во-первых, потому что удобнее по печатному экземпляру все-таки смотреть. И может быть там для себя как-то очень тоненько карандашиком, чтобы пособия библиотечные не исполнили. Помечать, что нужно, что не нужно. И потом, на самом деле, если студенты не обращаются к тому, что положено в библиотеку, то при этом факультет ругают. Потому что говорят, вы зачем делаете пособие, чтобы его никто не брал. Значит, не брать его просто потому, что я его и так в электронном виде дам, это идейно неправильно. Надо и то, и другое. Вот, значит, там ссылочка есть, желающие могут почитать поподробнее.